Итак, что же нам необходимо сделать с нашим портфолио, чтобы презентовать себя в самом лучшем свете? Во-первых, порядок, в котором вы показываете свои работы, не менее важен, чем, собственно говоря, сами работы. Не нужно выставлять лучшие работы в самом начале и худшие в самом конце, хотя многие думают как раз наоборот. Вы должны вознаграждать людей за просмотр вашего портфолио. Соответственно, если в конце будет самая фигня, то это не круто. Вам нужно последовательно и четко провести человека по всем вашим работам, чтобы он увидел, что это именно то, чем вы занимаетесь всю жизнь. Заказчик никогда не хочет работать с исполнителем, который, ну, повезет, так он сделает нормальную работу, не повезет, не сделает. Итак, давайте же я вам сейчас расскажу, как я поступаю. Лучшую работу я располагаю первой. Топ-2 работу я располагаю самой последней. Топ-3 работа где-то в серединке. Топ-4 где-то между началом и серединой. Топ-5 между серединой и концом. Ну и так далее. Мне кажется, таким образом вы очень равномерно показываете заказчику, что вы можете. Далее. Всегда старайтесь придерживаться темы. Придумайте хоть какую-нибудь тему. Если вы любите рисовать хоррор, но также рисуете еще и персонажей для детских мультфильмов, не нужно все это совать в одно портфолио. Сделайте два разных портфолио. Давайте свое хоррор-портфолио людям типа Гильермо Дель Торо, например, если вы будете с ним работать. В то же время портфолио с мультяшными персонажами показывайте только компаниям, которые ищут соответствующих художников. Далее. Постарайтесь сделать портфолио особенным для какой-то компании. И здесь этот пункт похож на пункт номер два. Но, например, если вы собираетесь отправить портфолио в студию Blue Sky, то выясните, чем эта студия занимается, что рисует, и соберите портфолио из тех вещей, которые этой студии интересны. То, о чем я сейчас говорю, называется кастомными портфолио. То есть вы их подгоняете под нужды определенной студии. При этом для Marvel вам нужно отдельное портфолио, а не то, которое вы отправляли в Blue Sky. То есть, что я хочу сказать, старайтесь подбирать содержание своего портфолио, подстраиваясь под то, что нужно компании, в которую вы его будете отправлять. Человек должен открыть ваше портфолио, увидеть ваши работы и понять, что это вот именно то, что ему нужно. При этом здесь очень тонкая грань. Им не нужны фан-арты на их собственные уже готовые работы. Им нужны какие-то новые вещи, которые, тем не менее, будут подходить под стилистику и нужды компании. Таким образом, вы в первую очередь покажете компании, что вы особенны, что вы можете создавать такие хорошие вещи. Вы заставите их хотеть нанять себя, что вот у нас еще этого парня нет, но он нам нужен. Поэтому убедитесь, что в ваших портфолио именно тот контент, который нужен компании, в которую вы подаетесь. Переходим к следующему пункту, пункт номер 4. Какого размера должно быть портфолио? Сколько работ должно быть в нем? Спор об этом длится очень и очень долго. Лично я, когда нанимаю художников, либо когда речь идет о интернатуре, я предпочитаю портфолио, в которых от 10 до 20 работ. Мне не нужно 30 или 40, потому что это занимает слишком много времени. Если же работ меньше 10, то как-то маловато. То есть, составляя портфолио, включайте в него свои лучшие 10 или 20 работ. Ни больше, ни меньше. Даже если хороших работ у вас гораздо больше, я бы на вашем месте просто держал их в резерве. На всякий случай. Также вы можете быть нацелены на несколько разных компаний, занимающихся разными вещами. Поэтому вы можете просто создать для себя несколько версий портфолио. Очень часто, когда я вижу хорошее портфолио с реально хорошими работами, я назначаю этому человеку встречу. И когда он приходит, мы уже лично здороваемся, я его спрашиваю, а у тебя есть еще работы? Если да, принеси, пожалуйста. Это своеобразный тест. Так я пытаюсь узнать, может ли этот человек еще что-то? Много ли у него работ? Или вот это вот портфолио, эти 10-20 рисунков, это абсолютно все, что он нарисовал за всю свою жизнь? В идеале портфолио должно быть просто примером того, что он может. Если у них есть еще достойные работы, причем много, они могут просто-напросто принести некоторые из них дополнительно. И здесь я уже пойму, что этот человек на самом деле хорош. Что он хорошо рисует и рисует постоянно. Ну и последнее, по порядку на непозначимости. Лично я всегда люблю персонализированное портфолио. То есть, если вы что-то куда-то отправляете, напишите письмо. При этом это письмо должно быть индивидуальным. Если вы просто мне прислали шаблон, который рассылаете во все студии, все, сразу я на этом портфолио ставлю крест. Я люблю, когда ко мне обращаются лично. И знаете, я получаю достаточно портфолио, чтобы позволить себе выбирать из них. Более того, я хочу работать с художниками, которые нацелены на то, чтобы работать именно со мной. То есть, если я вижу сопроводительное письмо, в котором человек расписывает, что он хочет работать именно у меня в студии, именно со мной, то он сразу же получает большой и жирный плюс и обращает на себя мое внимание. Более того, я получаю представление о том, как человек говорит, насколько он коммуникабельный. Вообще, коммуникабельность в кино и мультиндустрии очень и очень важная штука. Над проектами работает множество художников и общаться нужно постоянно. Если же вы работаете по интернету, все равно важно знать, как люди пишут и как они выражают себя и свои мысли. Надеюсь, этот ролик оказался полезным для вас и вы сможете изменить свое портфолио в лучшую сторону, ведь именно для этого ролик и делался. Не забывайте подписываться на мой канал. Если есть еще какие-то темы, которые вы хотели бы, чтобы я обсудил, пишите их в комментариях под этим видео. Всем удачи и счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok